Всем привет! Уехал тут на две недели, а мы брали объект под ремонт, выкупную квартиру. И, так сказать, доверил я ремонтникам сделать здесь ремонт, чтобы она вышла на продажу. Вот, наверное, эмоций много, хочу рассказать, вот как делать ремонт не надо. Давайте я, наверное, сейчас, кому интересно, попробую это показать. Вот, большая комната у нас. Вот, давайте начнем с потолка. Какими руками это клеите, что тут надо было делать с учетом того, что по смеке был натяжной потолок? Вот, шедевр, пожалуйста, наблюдайте. У меня слов нет, я сейчас в грани эмоций нахожусь, и вот ничего добавить в этот дизайн проект не могу. Обои здесь отстают, насколько я могу понять, я, конечно, не ремонтник, но с учетом того, что это побелка, я, так понимаю, их не прогрунтовали и ничего с ними не сделали. С учетом того, что в смету это тоже входило. Поэтому сейчас, наверное, будем все это снимать, грунтовать, заново переделывать. Наверх будем ставить натяжной потолок. Так, коридор, да, ну, было бы логично повесить сюда на потолок люструный светильник, что я тоже здесь не наблюдаю. Как-то вот у нас вот была сделана одна лампочка. Красиво, не спорю, но на этом все, света здесь нет. Зачем нужна межкомнатная дверь между железной, я тоже пока понять не могу. Вопросы буду задавать раздаваться. Если у кого-то есть какие-то идеи, напишите вот в комментариях, я не знаю как. Зачем это надо? Откуда такая дизайнерская мысль вообще возникла? Ну, соответственно, вот что тут сделано, тоже вот, наверное, мы видим. Потрясающий шедевр. Вот, пожалуйста, обои. Опять же, я отодрал кусочек. Тут, в общем-то, видно. Слов нет, в грунтовке здесь поклевки не было, ничего не было сделано. Да, подоконники, откосы понятно. С учетом того, что заказывал я непосредственно окна, да, через наших партнеров. Вот тут окна нам как раз сделали нормальные, да, все остальное делали наши классные ребята. Ну, тут вот, пожалуйста, потолок. Та же самая история. Обои вон они отходят. Вон она, побелка слипется. Вот такого типа ремонта. Это еще побелка. Да. Потрясающий вот. Две недели моего отсутствия приводит вот к такому ремонту. А я не знаю, как это назвать. Если есть у кого-то название, предлагайте я вам. Я пока в шоке. Руки помыть, Валер. Да, руки помыть, если только так. Так, а то, да, 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 сейчас будет еще один шедевр. Это ванна. Да, она получилась, наверное, лучше всего. Сейчас я сюда зайду. Вот, ну, пол, симпатичный. Да, вот. Угадайте, что здесь не хватает. Да, первое, чем мне пришло в голову, это вот, наверное, отсутствие раковины. Да, вот. Каким образом могло прийти в голову вообще сдавать мне такой объект? Я вот, не знаю, буду спрашивать, конечно, еще общаться. Смешно, но не настолько. Крам с мете тоже есть. Ну, наверное, вот ребята решили побольше заработать. Не ошибаюсь, унитаз тоже старый, а должен быть новый. Ну, да, сейчас покажу последнюю комнату. Да, 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 да. Это интересный момент. Ну, светильник сюда, наверное, ставить не обязательно. Я так понял. Поэтому. Ну, в общем, здесь ровно то же самое. Да, там. А это бы вы с мусором специально заказывали контейнер. Ну, наверное, не принесли, там, поставили, я же. Не знаю. Ход мысли непонятен наших ремонтников. Да, вот. Еще, еще один эпизод. Не, ну ладно. Ну, хотя бы, ну, не знаю, может подрезать, что ли я. Ну, я бы подрезал. Вот, так что так. Смотрите, цивилизация у нас сейчас дошла. Да, обычно, когда я нахожусь и на объекте делаем ремонт, я там нахожусь на месте, ремонтники скидывают мне видеоотчет, что было сделано, как было проделано и так далее. Ну, в мое отсутствие вот в течение двух недель... Это расписляй в туалер. Да, можно и так сказать. Я как-то доверительно отнесся, что вот наш прораб все посмотрит, все сделает. Но, наверное, нет меня, и прораб сюда тоже, я так понял, не поехал. Поэтому вышел у нас... Начальник гуляет все починенные в слабухи. К сожалению, как показывает практика, нет руководства, нет работы. Вот. Ну, что еще рассказать? Вроде все рассказал. Ну, не знаю. Смой войдет, выводы проверяй, но доверяй. Да, давайте выводы вот. Проверяй, наверное, но доверяем. В любом случае, если ведете какие-то ремонтные работы или что-то еще раз в три дня, обязательно появляйтесь на объекте. Я это делаю, или прошу видеоотчет, или что-то в этом роде, да, хотя бы какие-то фотографии, какой фронт работ выполнен, потому что, ну, абсолютно понятно, да, когда там со стенами работали, не работали, или на них пытаются просто клеить обои, а потом не пытаются мотивировать, что почему-то здесь вот большая влажность, поэтому они отваливаются, да. Но мы это все исправим, поэтому за свой счет они все здесь переделают, и это будет хороший объект. Сделают они все в течение 10 дней, и через 10 дней данная двухкомнатная квартира будет на продаже. Ну, я, наверное, адрес пока называть не буду. Все, всем спасибо, всем удачи, всем пока. Будьте внимательны с ремонтными работами. Мой вам совет. Пока.